Так, ребят, наконец возвращаемся мы в игру, наконец выбирают себе уже окончательно игроки героев, как вы помните, мы уже выбрали на Captain's Mod всех героев, я наверное это не буду заливать на YouTube, поэтому давайте оставим так. И финальный пик, Бристолбэк, Мирана, Саленсер, Пак, Ильич залетает на 1 плюс 3, здесь же Вайпер, Рэншит Оперейшн, Трэнд Протектор, Тимбер и Спектра залетает на команду We Can Kill. Значит мы знаем буквально через 25 секунд, посмотрим что будет в этой игре, ну безусловно пики интересного команд, вот эта Спектра на We Can Kill полностью изменила вот этот предсказуемый неоригинальный пик, все стало намного веселее, посмотрим сможет ли она что-то выформить, сможет ли она противостоять с Саленсером, Миране и вот Бристолбэку, не знаю, очень будет тяжело и фармить, но опять же есть шансы. что все выйдет, не пикнули как раз эту Спектру, ну и по Лайнам, давайте еще раз определим кто куда пойдет, здесь я, я не вообще не смею предполагать, думаю что Саленсер как минимум пойдет в Трипл Лайн, Пак может направиться как в Мид, так и в другие Лайны, в принципе вообще все равно, я не знаю куда он пойдет, здесь же все понятнее, у нас Тимбер идет один в сложную линию, а здесь Трипла на Изи Лайне, Энш Топоришн, Тренд Протектор и по всей видимости Спектра и Вайпер у нас идет в Мид, все просто. Опять же какие-то проблемы возникают, я все понимаю, что случилось, ну вот Спектра все пикается, осталось и появиться, появляется Спектра, пишут ребята go и игра начинается. Будут ли какие-то ранние инициации, возможно, Мирона обладает стрелой, здесь и Арба, или еще Фростбласт может закинуть и будет больно, поэтому как раз таки у Дно плюс 3 есть реальная возможность сейчас вначале под Смоками зайти кого-то убить. Нет, Смоков я не вижу, что кто-то купил, поэтому навряд ли, может и без Смоков пойдут просто, зачем тратить деньги, если можно и так зайти. Здесь у нас Спектра, Тренд уже выходит вниз, Вайпер, Мид, ну здесь никаких возможностей ганков не будет, все по классике жанра. Расстановочка 3, 1-1 и будут стоять ждать крипов. И идти, конечно, лучше не стоит, опять поводится игра, что ж такое? Какие-то вещи все не проблема, и так же она поводится быстро. Паком. Пак 1 пошел на топ. Будет ли это пак на Изилайне стоять 1, либо как-то иначе? Извиняется, конечно, ребята, но, конечно, вот такая в себе, да, выбешивает немного, но, опять же, не забываем, что это полуфинал, опять же, выход в 7-и серию, квалификация, это довольно серьезный, такой, сказать, призовой фонт, и, разумеется, команды хотят победить, и нужно, чтобы все работало идеально, никакие лаги, ничего. Стоит заметить, что Спектра вот сюда уже выходит, лучше и развернуться, пойти назад, потому что могут найти 1-3 эту Спектру, там Салансер ничего не прокачивал, может, Кедит Саланс, все что угодно, и Эрро, и, опять же, Фростбласт, и Брислбек, никто никакие обилки не прокачивал, поэтому может выйти очень плохо. Ну, в принципе, здесь тоже никто ничего не вкачивал. Я думаю, Вайпер, нет, Вайпер тоже, вообще никто. Только уже Тимперчейн прокачивает на 1, ну, собственно, понятно, почему на 1. Исправляет какие-то проблемы, как я понимаю, то ли Пак, то ли Лич, неизвестно. Ну, и в плане реализации пика, действительно, у дно плюс 3 нету такого прям выраженного кэри, ну, конечно, Мирана можно назвать кэри, но вот прям, чтобы выраженная такая фармила, она вряд ли, Мирана бегает туда-сюда, фармит лайн, именно не крипов фармит, а героев. А тут же понятно, ну, что спектра есть. Ну, и Тимбер, посмотрим, реализует ли он себя против Пака, одного будет стоять не так уж и сложно. Ой-ой-ой, здесь могут найти оперейшн, очень будет больно. Стоит он здесь, ждет. Немного-нибудь скорости спектра здесь одна. Сразу закидывают Эрроу мимо. Ну, все, дальше уже нету смысла идти, без Эрроу, наверное, шансов будет немного. Был бы Эрроу, конечно, там чуть-чуть не хватило совсем до 5-секундного, было бы намного просто. Там и Фрозблаз, понял Лич, что нету смысла кидать. И теперь интересно, как пойдут кодолайны. Брислбэк остается здесь один, по всей видимости. Лич тоже сюда подходит. Будут стоять Брислбэк и Лич? Возможно, почему нет? Кстати, очень плохо, что Фрозблаз уже прокачан, сейчас никак не покушать через Сакрфайс крипов. Это беда. Мирана здесь опять со стрелой выходит. Ну вот, она, понимаете, она не будет фармить, она будет стрелять, она будет фармить героев. Какой смысл фармить крипов? Ну что, будет ли ожидать? Стрела летит. Нет, не летит, она просто как-то прыгнула. Там немножко, ну все, стрела мимо, стоит уходить. Чуть-чуть не хватило, там буквально полсекундочки можно было бы выходить. Сбивает ей Клэрити, но это уже такое. Крипстат сразу включаем, посмотрим. Спектра стоит против Пристолбека, Лич, а Лич, конечно, здесь будут нагнетать своим Фрозбластом просто бесконечно, опять же. С появлением Сакрфайса будет еще хуже, намного хуже. Ну вот, выход уже Мирана на... Ой, пока. Нет ничего, правда, у Тибера, поэтому стоит развернуться. Опять выход на... Стрела попала 5-секундной, по всей видимости, это заявка на Фрозбла, там подключается Ливен Армор. Ну, уже сбился, буквально две тысячки остаются, там стики, и умирает, все же умирает вайпер. Чуть-чуть, чуть-чуть не хватило. Фрозбла забирает Мирана, вот уже и денежки появились. Можно купить что-то полезное, здесь уже Бристолбек нагретает немного. Агрессивно играет ребят, спектра здесь тяжеловато. Ноль крипов у нее, уже минута прошла, уже две пачки крипов. Мирана дальше продолжает, не будет она возвращаться на какие-то лайн, и там, в принципе, и Тибер стоит один, а здесь смысл стоять. И так, опять же, нагретается обстановка, нужно второй ласс ворочный лечу. Один крипочек остался, несмотря на то, что есть Бристолбек. Нужно забрать одного крипа. Мирана пошла на базу, он полетит куда-нибудь на лайн, все же. Спектра-то не очень толстая, 500 хп, все, она вообще тоненькая-тоненькая. С оперейшн на пару. Здесь везде варды. Ну, кстати, почему-то, не знаю, не блочит никак этот вард. Бристолбек прям далеко вот их заходит. Где Мирана наша? Мирана стоит на базе, покупает Северсбенд, становится уже довольно такой дамажащий, под 60 урона имеет. И выходит сюда, на бот. Об этом не знают ребята, не знаю, где это Мирана. А как раз-таки, ой, надо фростбласт, закидывать фростбласт, там стрела должна уже лететь, летит стрела. Уровно в цель, там ливен армор, но что он сделает, когда стрела прилетает? До ливен армора. Там буквально полсекундочки, полсекундочки, 2-0. Вот так, ну, представляете, начинает очень агрессивная игра. Спектр здесь фармить не дадут, там еще выход, как понимаю, на Тимбер Паком воюет, туда-сюда. Но здесь мало что сделают, не хватает урона. Но Тимбер еще может попрыгать через Тимбер Чейн. Ой-ой-ой, больно Паку. Пак сейчас должен улететь. Должен улететь Пак. Там тычки не хватает буквально. Пак. Нет, Пак не улетает. Тоже умирает от Тимбер Чейна. Вот это Пак заигрался. Он был, конечно, не туда полетел. Здесь нужно в другую сторону. Мирана с анимизом. Ой-ой-ой-ой-ой. Там вард, там вард есть. Там есть сентричн. Должны это понимать. Мирана стоит прямо вот возле него. Ой-ой-ой. Надо стрелять. Опять же, видеть это варды друг друга, как я понимаю. Нет, не видит. Не видит. Не тот, не другой. Мирана стоит прямо на краешке. Там война с спектрой. Полетела стрела. Ай-яй-яй. Последние секунды. Увернулся просто. Увернулся. Не знаю. То ли видел, то ли просто повезло. Но вопрос спектра. Вы же здесь или нет. Не туда нам, кажется, дает все же даггер. Нет, ну уходит. И Бристллбэк здесь проблемы. Миран имеет проблем. Лип нету. Здесь еще под вортексом замораживается. Бристллбэк умирает. А, 3-2. Там опять же война против Пака. Тимбер продолжается. Вот так вот. Ганг немножко не хватило. Буквально сантиметра. Как в итоге? Сколько всего потеряли. И сюда летит уже как раз таки Мирана. Не знает об этом вайпер. Не видел он. Стрела полетела. Мимо не хватило. Но при этом все равно можно убивать этого бедного вайпера. Мало хп, не очень. Выход сюда даблы. Снова к спектре возвращается. Ну вот спектра. Нафармил уже. Да ладно. А, ну да. Спектра уже 6 крипов есть. Но все равно очень мало. Я думал 0. По киллам посмотрел просто. Миран здесь заходит уже как на... Липом. Зачем? А, Куру убить. А Кура уже апнута. Ну может хватит тычка? Ай-яй-яй. И хасту из-за этого Кура не успевает никак. Чуть-чуть не хватило. Не повезло. Курьера апнут. Ну что, Тимбер играет без своего Ленин Дэс. Не знаю почему. Странно. Там закидывает свой. И семя положили. Бристлбэк стоит отойти, я думаю. Здесь втроем они. Тем более, как Спектра играет через Дезалейт. Очень больно получается. Всей команде. Ну вот тебе Бристлбэк. Вроде как бы шир, но его так бьют. Через Вортекс он вообще моментально умер. Хотя не очень-таки много магических способностей. Там всего 100 урона. По сути. Какие-то проблемы у Мирана стоит. Паузить игру. Ну, если какие-то проблемы со стримом, то я, как обычно, что-нибудь мог не то сделать. Нет, ну вроде все хорошо. Вроде все хорошо. Ну, тогда отлично. Возвращаемся в Дотку. Ну, это Размирана ливнуло, где она там вышла. Ну, все нормально. Ничего страшного, не может случиться. Что-то везет все салансер. Салансер ведет себе бутылочку. А, бутылочка есть. Везет себе бутылочку. Бутылочка будет немножко побыстрее. Ну, вот салансер пока, по сути, мид немножко отдает. Несмотря на то, что был ферстблат, но вайпер имеет по крипстату почти в два раза больше. Допитых крипов. Мирана ноль крипов, но при этом имеет... Давайте посмотрим по общей ценности. Ну, конечно, тебе перегоняет, но все равно не на последних местах что-то имеет. Ну да, Мирана. Вот я и говорю, Мирана. И в итоге, как бы, кэрил команды No Plus 3 нет. Есть очень сильных, много инициаций в плане магии. Но вот дпсеров... Я не знаю, кто будет дпсить через минуту 30. Ну, просто, опять же, есть надежда за то, что спектра, скорее всего, не будут собирать... Не будут собирать ничего там вроде блэкинбаров. Но если появится рейдингс, ну там не... Рейдингс тоже, опять же, навряд ли. Хотя 800 голода есть. Ничего пока не покупает. Очень может быть. Ой, тимбер здесь накрытает на пак, а пак пустой. Есть фейшифт. Ну, а что дальше? Фейшифт юзает. Всего тимбер добивает. 60 урона, но этого и хватает. Там пак, понимая, очень много брони. Слансер, кто здесь и... Миронов стреляет. Сколько у пак брони? Ну, три брони достаточно, но все равно, как видите, не хватает. Закидывается там, это опять... Силенс, что забей. Там, кстати, тычка осталась буквально еще сейчас кинуть. Тут третий Силенс, который проклятие, и будет очень больно. А, ну, бутылочка имеется у вайпера. И не хватает благожданной эру. И магии тут полками нельзя, а что тут юзать? Тут ничего не повязаешь. Да, действительно, вайпера беда. Ой-ой-ой, здесь слишком далеко. Чилинтач пошел, там еще и даггер полетел. Очень, очень мало хп, но здесь Bristol Back на развороте. Есть у него спрей, но просто спасает своего саппорта и уходит сам. Опять проблема здесь у пака. Есть Силенс в этот раз, ну, и должен уходить. Да, отпускает его Тимбер, ну, и понятно. Не стоит забывать, что есть Ливен Армор. Редко мы его почему-то видим и на в действии. Не всегда он спасал дно плюс три. Ну, заметьте, дно плюс три уже проигрывает по счету, хотя начали с 2-0. Мирану все видят? Или не видят? Да, видят здесь, по всей видимости, Мирану. И говорят, осторожно, ребят, не поставляйтесь, можно еще и убить ее в придачу. Стрела полетела. Попала, кстати, в Operation 5-секундную. А что дальше? Там Ливен Армор, если что, есть. Вот он пошел, как я и говорил. Стрела закинула, а дальше что? Там Ливен Армор, все. Живет. Вот такое получается. Салансер берет хосту. Можно уйти на топ. Можно убить Тимбера, точнее, нужно убить. И там Салансер это самое страшное, что есть для Тимбера, на самом-то деле. Есть Дрим Койл. Есть Саланс, Дрим Койл кидает. Тут еще прилетело проклятье. Еще. Дрим Койл, как раз Тан еще получил, остается немножко хп совсем. Ну, правда, фулл мана. Но не убьет ничего, просто не хватит. Ну вот Ливен Армор прилетел. ТП-аут нужно как-то было делать. Надо было ТП-аут делать, и ждать Ливен Армор. Ой, пак почти на ЛОХП, но все-таки умирает. Бедный Тимбер. Долго его убивали. Все обелки почти высадили. И Глобал, если понимаете, насколько долго это убивать Тимбер. А что будет в замесе 5-5? Беда будет. Опять Миран ждет. Вард спал уже, кстати, можно противобить. Но она вот стоит, к сожалению, на другом варде, противоположном. Ой-ой-ой. Чаник залетает. Попорейшены моментально там отскакивают и убивают Спектру. Да и здесь сами ребята ЛОХП должны убивать себя. Прилетает сюда как можно быстрее Тимбер. И сейчас, может быть, все изменится. Вот он, Тимбер закидывает свой Чекрам. Надо уходить. Опять же, вот Тимбер отличный контрпик для Бристалбека. Большой у него будет проблема, но мало вероятно здесь уже выживет Лич. Хотя, 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 хотя. Может быть есть шансы. Там Даггер пошел. Даггер попал. Ой-ой-ой, как ХП мало ставится. Да ладно. Вот сейчас спасает этого бедного Лича, но умирают в итоге все почти. Пак, улетает немножко в эту сторону. Нету Саланс. Есть Дрим Койл. Скрывается. Дрим Койл надо ставить, но... А толк от этого Дрим Койла. А, вот так даже. И уходит. Ну, правда, Дрим Койл, опять же, потерял. Не видит хосту. Просто сейчас идет и получается, что здесь лежит эта хоста. Он ее забирает. Радостный. И 43 ХП становится... Фулл ХП. Вот она уже 768. Хеллспоинт будет. Ну, вот, убили. Спектру имеет она, ульту не имеет, правда, достаточно маны, чтобы ее завязать. Но пока не стоит. Нет, это будут в ангаре, такая будет Спектра. Сначала нужно ставить немножко потолще. Потом может какой-нибудь Дефьюзал. Потом может какой-нибудь Манту Стайл. Не будет таких каких-то неожиданных сборов. Ну, в принципе, и правильно. Сейчас нет смысла фармить Райзеренс, потому что, ну... Спорный артефак был. Да, и когда бы она его нафармила. Стоит ринга 800, тут 500. То есть, ну, 2000 она нафармила, может быть. Но 2000, еще надо нафармить еще. Те же 2000. Представьте. То есть, я не думаю, что она будет ровненько там 18-й минуте. Хотя даже 18-й минут это уже поздновато. Фармить рингу. Тимбер здесь с МКа ходит. Но даже если он найдет кого-то... Ну, Саунсер, кстати, почти, да, действительно, без маны. 1500 уроках. Будет ли это какой-то фаст Аганим? Либо что-то другое? Либо вообще Мидас. Бывает и такое. Тимбер с Мидасом. Саунсер с Мидасом. Здесь пушится Лайна на топе. Никто не пытается дефить. Вот аппарат подходит. Нет, у него еще Айс Бласты до сих пор. Посмотрите, здесь Вайпер разультовывает. Он тут Сайланс в ответочку. Просто и Тимбер выходит и убивает всю эту катку. Нам без шанса. Спектра прилетает. А нету просто, в всей видимости, ничего. И Спектра сейчас тоже может погибнуть. А нет, Спектра как раз таки прилетает из команды Викинг Килла. Я перепутал. И сюда приходит Пак. А что Пак? Нужно было и продолжить погоню. Но опять же, размен. В итоге здесь Тавр сейчас падает. Стрела там полетела. Порошины заявили. Но нужно забирать Тавр в итоге. Дрим Койл пошел на Пак, а Пак минус. Зря сюда полез один. Какой смысл? Знал, что один, но все равно полез. В итоге только два героя из команды. А 1 плюс 3 остаются в живых. В стране все умирает. И по графикам сейчас посмотрим. Графики на самом деле прыгали туда-сюда. Как мы видим, сейчас дно почему-то идут в плюс. Не понимаю, как? Не понимаю. Вообще не понимаю. Как они... Ну вот, Санстер решил Фосмеку потянет, показывать ее. Там еще и Чанник залетает по одному вайперу. Но вайпер скорее всего не будет. А, вайпер хосту находят. Посмотрите, и Чанник, и все. Вообще, как обидно. Самая лучшая руна, которую мог найти, находит. Даже от Энвиза там могли всегда ларде от хосты. Ничего не скроет уже. Ну вот так. Графики хочу, чтобы наобилились. О, здесь выход на Тимбера. Глобал Сайленс кидается. И там еще должен быть Сайленс. Очень мало маны в любом случае. Главное, чтобы самим не встрять. Не встревают. Убивают этого Тимбера. 8-5. По графикам 750. Выигрывают голды. И дно плюс 3. Видимо, как-то перефармили что-то. Давайте посмотрим. Да, действительно, три героя по фарму лидируют. Только вайперы как-то пытаются и то немножко. И проблемы большие у Энштепаришина. Ну и у Мирана, как видите, три хрипа. Мирана, она такая очень-очень такая сайвовая. Ой-ой-ой-ой. Опять же, успевает и выйдет эту стрелу. Замечает в последние секунды. Не то, что-то я нажал. Ну и по опыту 1500 как раз лидирует. Викинг килл. Вот так вот, интересно. Здесь у нас был выход на Трентану. Принвис он успел уйти. Нету сейчас Левина Армора. Знают, я думаю, об этом ребята. Не прочь бы ворваться в кого-то. Как раз сюда Ильич приходит. Чайника, правда, нет. Но есть Фрозбласт. Смоки покупают. Итает другая команда. Ставится очень агрессивный вард. Здесь уже все прилетают. Знают об этом, что сейчас прилетел скрестимбер. Вот они видят его. Айсбласт по Бристлбеку. И Бристлбек умирает. Посмотрите, умирает Бристлбек. Здесь пак залетел, в никого не попал. Бристлбек на ЛОХП нет. Остается оттуда с ХП. Ну, навряд ли он выживет, в моем случае. Умирает. Ой, здесь находят пака. Подвор так скидает, успел телепортнуться. А дальше надо тэп-аут делать как можно строчнее. Там больше ничего нету. Да, я делаю просто тэп-аут. Там иначе никак не выжить. Тиммер опять дальше летает. Какая-то Мирана. Мирана уходит на Липе. Оперейшн, айсбласт. Ну вот, уже видите, айсбласт пошел в дело, а айсбласт убивает. Дабл дэмэдж находит салансер, забирает его, возвращается на лайн к Вайперу. Что у нас с Вайперами едет? Будет ли это механизм? Действительно, есть две веточки. Может, это все уже будет мека. Но вопрос, когда. Просто стал, уже ее приобрел. Вот она, кстати. Разница метов, что у Вайпера больше крипов, но приобрел. Ой-ой, айсблаза летает ровненько по салансеру. Сейчас можно там заходить с ультой. Но нет, Вайпер что-то не понял. Можно было вот резко так заходить и убивать. Сейчас, конечно, было бы отлично убивать этого бедного салансера. Здесь Мирана с Липом. Играет без старшторма, кстати. Но зато стрела очень сильная. И Лип уже с меньшим и меньшим кулдауном. Тимбир, Арканчики. Стрелу закидывают. Ровненько попадают от этого бедного Парэшн. Есть Ливер Армор. Прыгает не туда. Мирана почему-то, не знаю. Видимо, ошиблась попросту. Нужно уходить. Лич имеет чайничек. Не закинул его. Он так разводил. Казалось, что Морти закинет. Здесь опять приходит Бристал Б. Приходит Пак. И начинает дальше пропушивать Лайну. А Лич почему-то... А, ну Крипочка съел. Получил Ману. Нужно давать телепорт салансером. Он сейчас довольно сильный здесь. Не запустил, что он мид все равно, ему случайно. А имеет ДД. Ну, кстати, оно заканчивается. Но все равно, есть Global Silence. Чем более... Я думаю, если Фашт вылетел Тимбир, здесь только Спектра и Тренд. А вдвоих убивать было бы прекрасно. А пара еще тоже вынужден идти на базу. Просто нет у него ничего. Будут ли какие-то Эру? Вот видят Спектру одну. Там Пак продолжает пушить. Кстати, Тимбир до сих пор не подходит. Не знаю почему. Можно было бы этот Пак уже убить. Нету брендагера у него. Фейлшиф только на одну. Не успеет он никак улететь. Но... Опять же, тереп ребята пришли в мид. Вот несмотря на то, что героев немного у них, которые дамажат, как-то они по лайнам разреточились так, что пушатся везде лайны. Уже полторы тысячи голды лидируют. Залетает Азблаз по двоим. Так очень сильно. В общем, больно нужно уходить. Нет, кстати, смотрите. Бристот Бэк как-то заморсил. Не знаю как. По опыту 1500 не имеет. Раз, такие противоположные разницы. Кричит. Если не ошибаюсь, Бристот Бэк давайте атаковать. Давайте убивать. Десять тренет протектора без люты. Еще стоит, кстати, до сих пор. Пошел Дрим Койл на одного. На обедного. И не успевает Эру. Не успевает. Чуть-чуть не хватило. Вот прям момента. Но при этом улетел. Не знаю точно Вайпера. Можно пушить Вайпера-то, нет. Он пешкочком пойдет пока домой. Тран здесь видит, что... Как вы смотрите. Здесь пак стоит. Может, что-то сделаем. Но ничего не делаем. Азблаз летит. И все за его ездили его. Ну, только Бристот Бэк немножко попал. Но ничего страшного. Бристот Бэк выживет. Покупается Фейсбут с Спектрой. Вангардс и Фейсбутс. Ну, вот такие. Немного айтемов имеет Спектра. Для 14 минуты, к сожалению, это печаль. Бристот Бэка здесь на ходе. Там Вайпер под стрелу попадает очень длинно. Ну, опять же. Ну, пак должен убивать, конечно. Там Сайленс. Бутылочка как-то охиливается. И неужели не хватит дамага? Бутылочка еще остается на одну. И уходит. Скорее всего, уходит. Ай-яй-яй, как обидно. Там Эра полетела. Немножко не туда. Ой-ой-ой. Пак может сейчас стрелять. Нужно паку уходить отсюда. Большие могут быть у него проблемы. Ну, тэп-аут просто делать и все. Так он и делает. Тэп-аут и Тибер никак не успевает. Да, и сбить телепорта вряд ли бы он смог. Опять же, я говорю, проблема, что у команды Викенкилл нет. Толком станов. Ничего нет. И поэтому... Это вот такое. У Мирана же есть... Ну, опять же, есть стрела. Тримкойл. В принципе, тоже можно стать станом. Там на полсекундочки дает стан. А здесь... Ну, вортекс и все. Очень печально. Опять же, телепорт. И тяжело сбить. Лично приобрел себе пачку саппорта, так сказать. Там, ворды и телепорты. И смоки, кстати, есть у команд. Но игра ожидается быть долго, потому что 10-5-16 минут, очень мало киллов. Экшена много, но киллов мало. Я не могу сказать, что матч скучный, но... Что-то ожидается долгое, потому что... Не знаю, как такими играми можно закончить матч рано. Не представляю. Возможно. Тем более, Спектра, я думаю, точно не хочет заканчивать матч на минуте 30-й. Даже если в свою пользу, это будет неполноценная Спектра. Имеет подсотку урона. Ой, какая стрела. Там три Койл по двоим. Это минус. Раз двоим еще чайник залетает. Он уже не понадобился по людям этим всем. Спектра ультанула и успела улететь. Но, наверное... Да, там действительно есть... Последняя точка летит, но... Выживает. Вот Бристалбэк убивает еще и Вайпер. Ну, вот так вот. Минус два выходит. Все-таки выживает от Вайпера, а до луна умрет. Успевает каким-то чудом улететь. Ну, здесь и Сансертип... Ну, опять же, нету чем сбить. Нужно, может, какой-нибудь Иул купить. Может, тут... Ну, да, Иул. А для Спектры там... Ну, Башер это смешно, конечно. Ну, почему и купить Башер? Ну, пока рано до него. Ой, залетает Айс Бласт. Ну, там фуловые все. Там вот еще Пак как-нибудь за его едет. А вот Бристалбэк, может, и не выживет. Бристалбэк минус. Вот и загулял. А не стоило так идти. Конечно, не стоит забывать про Айс Бласт, который залетает прекрасно. Тем более, там, с такого рейнджа с фонтана. Следить нужно капитана команды. Кто у нас капитан? Как раз таки Бристалбэк был капитан, что раз Аппарат жив, то лучше отойти. Пак здесь получает немножко боль. Брода улетает, игра успешно. Там Даггер продолжает действовать у него. Можно эту Спектру сейчас, кстати, убить. Монлайт пошел. Не хватает буквально тычки. Телепорт, стрела. Ну, думаешь, дальше. Поэтому надо было, конечно, разводить. Даже на Пак убивать. Но сейчас Спектра там очень быстро. 4.62 под фейсбуцей. Она спокойно уходит. Смотрим на топ. Тимбер. Выформил все крипов моментально. Да, он теперь такой есть прокаст. Полноценный есть Блингдаггер. Не решил собирать какие-то там Бладстоуны. А пошел в такого более инициативного, более дерзкого Тимбера. Сталенсер. Находит руну иллюзии. Еще отхиливается. Все есть нужно. Возможно, нужно какой-то заметить. Действительно, команде 1 плюс 3. Именно со всеми прокастами. То есть Саленсер. Лич с щанником. Дримкойл от Пака. Здесь-то Айсбла. Ну, здесь тоже есть прокаст. Но все же, мне кажется, за счет Саленсера он может и не осуществиться. Есть уже второй уровень Глобал Сайланса. Там он, ой, там, находит кого-то. Находит этого трента. Попадает стрела. Успевать Лимин Армором секунду и узнает Глобал Сайланс. Но все равно успеет Фенвиз, скорее всего, уйти и уходит. А вот вопрос, уйдет ли Лич. Совсем понятно. Есть Фростбласт, но, скорее всего, это не поможет. И Трент выживает, успевает изнатью Винист. Сейчас еще ульту может. Из-за эту ульту Мирана там без хп. Вайпер просто начинает наслаждать на этого Мирана. Это минус 2. Тимбера просто здесь убивает. Не знаю, кто там его убил. Саленсер убивает Тимбера. Соло, по всей видимости. Айсбласт опять залетает. Прям ровненько по двоим. Но Мека обладает его и заюзано. Поэтому не все так плохо. Сразу сюда подходит Оперейшн. Нужно фармить опыт себе и немножко хрипочков. Этот выход будет в Аганим. Без каких-то аркан. Ну, в принципе, правильное решение. Аганим сейчас один из лучших артефактов для Оперейшн. Если вы спросите какой-то совет у меня, что фармить, я всегда скажу. И любой вам игрок скажет фармить Аганим. Ну, в этом случае так точно в этой игре. Возможно, бывают исключения, когда там стоит что-то заформить другое. Но не сейчас. Типа, блин. Пак, тут 1000 хп. Лич. 700. Ну, Сансер, кстати, уже толстый довольно становится. За счет беды под названием Меканизм. Пауэртрест на силу поставил он. Очень толстый. Она, наверное, один из сильных. Ну, даже Брисулбек не такой толстый, но у него уже и брони многовато. И пассивочка-то в хп тоже не пишется. Заходят уже в трам, ребята, по боту. ДД. Здесь видят прекрасно, как раз таки, что у них ДД лежит. Может, Мирана его и заберет сейчас. Но лип, наверное, не стоит тратить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Видел эту Мирану. Там вайпер залетает на пака. Стрела пошла, попала в вайпера. Как раз таки сейчас, скорее всего, и выживет пак. Так, там пошел Чакрам, убивают эту Мирану просто моментом. Под Блодмейл, но все равно бьют его, продолжают. Асьбласта нету, но Тибер здесь так же умирает. Приходит здесь Личи. Отличный чайник залетает, но, к сожалению, отходят все ребята. С Тимплейна договорились, и все отлично. Дримкоил там по двоим, но и пак здесь тоже может стрять. Сайланс убивает, но вот дальше что делать? Все, Дримкоил закончился. Барабаны заюзаны, но шансов маловато. Есть Блингдангер. Поэтому минус 3 делают исполнение Викенд Килл, при этом теряют только вайпера. Тут уже Мирана возродилась, опять же, у нее просто седьмой лейл всего. Ужас, ужас. Седьмой лейл, ну вот. И в итоге сейчас мы видим, что в команде дно попросту некому бить. И по графикам смотрим, по графикам почти нули. Всего тут 800 голды и 3000 опыта имеет Викенд Килл. Не такая уж большая разница, но что будет через минут 20? Тут так спектра фармит, а там кому фармить? Ну кто? Ну, салансер выфармил механизм и форстав. Тут Блэдмейл. Ну это же не те айтемы, которые имеются. Ну, спектра 2600 имеет. Будет ли это все же Рэддик? Рэдденс? Думаю, да. В данный момент уже могу сказать, что да. Даже для 25-30 минуты салансер будет гореть и, там, не знаю, лич, и пак так же, как и на 5-10, очень тонкий в любом случае. А спектра уже довольно становится толстоватый, 1150 хп. Это уже неплохо. 11 левел имеет, улиты нет, но нужно продолжать просто фармить. Посмотрим по общей ценности. Салансер на третьем месте. На первом месте тут тимберы, спектра делили второе. Я думаю, как раз сейчас спектра обгонит этого салансера. Ну вот, медовый герой обгоняет того же вайпера, но сейчас произойдет то, что спектра выйдет на первое место. Хотя ее гнобили. Вы понимаете, если бы не гнобили, какая бы беда была бы вовсе. Фурстав появляется. Ну, можно, конечно, будет сейвить ту же Мирану, но это все такое. И Нарошана, думаю, ребят, почему не зайти на Нарошана. Опять же, а кто будет дамажить? Ну, стрела-то прилетела, да. Сейчас будет закидывать своей грязью, пылью на салам Бристалбэк. И броня там будет понемногу-понемногу уменьшаться. Уже четыре осталось. Ну да, несмотря на все это, урона-то достаточно. Мирану тут иметь под соточку. У Салантера 130. Бристалбэк имеет... Там тимберы просто убивают пака. Но размена Нарошана это не самый плохой выбор. Это отличный выбор. Все. Падает Нарошан. Бристалбэк забирает Айгисов и Мортал. По двор детском бились, поэтому знаю, что точно никто не придет. Что там стоит и говорит, ребят, может мы, не знаю, там начнем убивать. Потому что счет-то уже действительно 18-9. По графикам 1100 голды. Уже немножко викинг килл вырывается. Ну и по опыту 4000 уже много. Опять же, за счет вот этой интересной героини. И героя, вот не знаю, Спектра, она моя. Ну, скорее, это она. Просто она такая страшная, в таком случае, Спектра Тау. Разбирает 4000. Курьера ведет по тайну лавку. Это сокрыт реликвия. Летит на бот сразу же. Вот она полетела. Реликвия эта. И Спектра продолжает фармить. Здесь у нас Бристалбэк один стоит. Нужно, чтобы кто-нибудь прилетел. Больше никого здесь нету, кстати. И можем ворваться в эту Спектру. Она, правда, с ультой. Может улететь в любой момент. Куда-нибудь, не знаю, там, к какому-нибудь лечу. Поэтому тоже это такое. И по крипстату смотрим. Ну вот, кстати, по общей ценности это перегоняет Спектра уже всех. По крипстату 90 крипов имеет не так уж и много. Для такой минуты на фарм или героя. Ну, опять же, Спектра если бы не унизили, я думаю, было бы под 150. Прям приятно наблюдать, как фармить Спектра. Это всегда красиво. А тут еще и Спектра, которая фарм просто обожает. Ладно, выход здесь 4 под смоком. Бристалбэк один разводочка такая идет. Найти могу сейчас этого Тимбера, Вайпера. Не знаю, от ребят, а здесь кто-то есть. Полетела стрела. Попадает в Эншотта. Там в любом случае я закидываю сразу свои на Салом. Бристалбэк. Сайленс там, опять же, очень сильное замедление. Минус брони, Стики прожимает, но еще и успевает Мекку. Ну, а дальше что? Айсбласт сразу там по троим залетает. Ой-ой-ой-ой-ой, какие могут быть проблемы? Паку летает, и Диси Ильич должен умирать. Ильич умирает, даблкил. И Мирана, скорее всего, не выживет, что самое смешное. Мирана выживает, через Стики отхиливается. Сайленсер улетает. Ну, вот так вот получилось, что убили Вайпер, но потеряли и Бака Ильича. Вот так. Здесь сразу выход на трэнта пошел, на бот. Нету никаких дастов. Очень много ардов покупают, но обычные дасты как-то не могут припасти. Здесь должен быть Хекс от Сала. Интеллект очень немного дадут. Ой-ой-ой, прилетел Спектр. Откуда она там улетела? Инициация была на Мирана. Мирана еще живет, но я думаю, Тимбер дальше пойдет. Блин, кесть. Чуть-чуть не достал. Ой, какая стрела. Айсбласт. И чуть-чуть, чуть-чуть не хватило. Было бы лип, конечно, было бы проще. Аппарашн это Смертан, Осин. Аппарашн это 400 голода имеет до Аганим Септа. Здесь еще и Радионс прилетает. Ну вот, вот этот артефакт может стать печальным для команды. Но плюс три. Еще, опять же, считаем, что плюс есть Аппарашн почти с Аганимом. И вот эти два парня могут... Да тут все. Я вот говорю, хочу Айтаск, поэтому говорю. Ну и Тимбер есть с Блиндайгером, и почти Балстоном потом хочу. И Вайпер у нас есть с ультой, которая там очень сильно измедляет. И еще Механизм. И Тренд Протектор с Ливен Армором, Савер Гроус. Все герои очень полезно. Вот здесь я такой сказать не могу, а не могу выделить героя, который вот один тащит всю эту игру. Айсблаз залетает по троим. Очень больно. Это был последний Айсблаз без Аганима. В следующий раз будет еще больнее. Потому что второй Айсблаз это очень хорошо. До 16-го, конечно, еще не скоро. А вот это хотя бы и не первый. Там, по всей видимости, пак стоит один. Ну нету пака Блинка. Сколько барабана стоит? 1850. Ну можно было Блинку пить, и как раз еще плюс от денег хватило бы. А какая польза от барабанов? Ну сомнительно. Для команд, да, но как инициатор, все. Нет инициации толком. Так бы мог бы по Дрим Койл там по троим. Там Лич бы начал разультовывать. Ну да. Тяжело будет ребятам с 0 плюс 3. Большие проблемы. Там уже по голде 3000 уже голды лидируют. Команда. We can kill и 5000 опыта. И здесь находят спектру эту, бедную. Трим Койл пошел. Нужно ультовать. А в кого ультовать? Там Глобал. Стрела. Ну еще живет спектра. Там сжигает почти от Эмирана. Посмотрите. Одна против пятерых. И все равно почти все умирают. Айсблаз там должен полететь. Как понимаю. Ждет до последнего. Чтобы начался какой-то бой. Летит Айсблаз. Там никого скорее всего не попадет. Все живы. Айсблаз минимум. Поспешил. Или не доспешил. Не знаю. Ставит Свард. Идет этого бедного. Ой-ой-ой. Какой овергроус. И Тимбер просто двоих режет. Как ножом. На две части. Тимбер идет дальше. Эмирана. Конечно. До нее скорее не дойдет. Нужно просто уйти. Не туда еще. Пошел. Ну и смотрите. Вот находит ее. Теп-аут. Стрелу. Что-то надо сделать. Ой-ой-ой. Сейчас собственно Тимбер сможет сделать теп-аут. Там никто не собьет. Ну вот так Тимбер уходит. Просто на последние секунды. И дальше будут убивать. Почему бы и нет. Тимбер очень силен. Там еще. Купрема. Айсблаз почти откатился. Айсблаз. Полетел он. Попадает. Двоих. Очень больно. Вайпер завультовывает. Все это дело. Сансер разлетается просто моментально. Здесь еще прилетает придачу спектра. Пошла она дальше за паком. Но пак здесь не выживает. Разумеется. Убивает Айсблаз. Будет пытаться убивать. Будет убивать. Айсблаз закидывает. Очень сильное. Замедление. И скорее всего замерзнет. Он замерзает. Здесь Айсблаз. Пытается прийти сюда лич. Чайник некуда просто закидывать. Выживает этот лич. И не взывает. Закидывает этот чайник. Идет он по крипам. Он фармит крипов. Но больше ничего не получается. Ультракилл. Восполнение спектры. Будет рэмпач возможно. ГГВП. ГГВП пишет Мирана. Вот так вот получается. Что игра заканчивается. Поздравляем команду. Викинг килл. Проходит наша украинская команда. Финал. Будем наблюдать за ними. А польская команда. Днёплаз 3. Желаем удачи. Вы держались молодцом. Смотрел ваши игры. Это было круто. К сожалению с пиком. Немножко перемудрил капитан. На бэкс 3.